Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Какие изменения ждут налогоплательщиков в наступившем году и как в досудебном порядке урегулировать спорные вопросы, связанные с государственной регистрацией? О налогах говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Александр Литонин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Александр Владимирович. Добрый вечер. Ваша специализация это в основном регистрация малых предприятий бизнеса? Это одно из направлений, которые я курирую. Но в основном мы сегодня об этом будем говорить. Я хотела бы узнать в начале, как складывается ситуация вообще с малым предпринимательством, потому что у нас определенные экономические условия. Вы занимаетесь регистрацией малых предприятий. Вот какова статистика? Их становится больше в связи с тем, что происходит у нас в стране и в мире или меньше? Ну, занимаемся мы регистрация не только предприятий малого бизнеса, но и любого предприятия, либо индивидуального предпринимателя. Если говорить о статистике, то несмотря на те сложности, которые мы испытываем в последнее время в плане экономической ситуации, тем не менее нельзя сказать, что наши граждане стали меньше интерес проявлять к предпринимательской деятельности. Если обратиться к статистике, то, например, если сравнить количество организаций, которые были зарегистрированы в Самарской области по состоянию на 1 января 2015 года с количеством, которое у нас имеется на 1 января 2016, то здесь даже можно наблюдать определенный рост. Порядка, наверное, 7 тысяч у нас прибавилось, уже более 100 предприятий зарегистрированы на территории Самарской области. Поэтому нельзя сказать, что в этом плане у нас предпринимательская деятельность затухает. Наверное, наоборот, граждане именно в этот период стараются каким-то образом надеяться, в том числе и на самого себя, и на свою предпринимательскую жилку. Но налоговая сфера, она такая довольно подвижная, и каждый год у нас какие-то изменения в отношении частных лиц и предпринимательской деятельности. Вот в этом году, в 2016 наступившем, что уже ждет индивидуальных и частных предпринимателей, какие изменения в законодательстве, и на что они направлены? Вот цель этих инноваций какая? На самом деле, ничего страшного их не ждет, тем более, что законодательные акты, в соответствии с которыми изменения были внесены в закон о государственной регистрации, они были приняты уже давно. Часть этих изменений вступила в прошлом году, а часть была отсрочена именно до 1 января 2016 года. Изменения внесены, глобальных изменений нет. Значит, все процедуры, которые ранее имелись в законе о государственной регистрации и порядок подачи документов на государственную регистрацию, он сохранился. Появились определенные нюансы, направленные как, во-первых, на упрощение государственной регистрации, сокращение времени регистрации, создания предприятия или регистрации предпринимателя, так и определенные изменения, которые связаны с препятствием так называемых лжепредпринимателей, которые эффективно регистрируют организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, либо фиктивно меняют местонахождение, оставаясь на старом местонахождении. Ну, в частности, если говорить о тех моментах, связанных с сокращением срока государственной регистрации, это в первую очередь коснется фактов государственной регистрации предпринимателя и государственной регистрации юридического лица при его создании, за исключением случаев создания в результате реорганизации юридического лица. Если ранее законодательство предусматривало, что регистрация происходит в течение пяти рабочих дней, то сейчас этот срок сокращен до трех. То есть в течение трех дней регистрирующий орган должен рассмотреть представленные документы и принять соответствующее решение. Если все документы в порядке, принимается решение о государственной регистрации, выдаются соответствующие и подтверждающие документы заявителю, и он после этого вправе уже заниматься предпринимательской деятельностью в соответствии с законом. Что касается других нюансов, то законодательства, законы, принятые в прошлом году, внесли изменения в закон о госрегистрации, в закон об обществе с ограниченной ответственностью. В частности, сделка, которая направлена на переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью при наличии преимущественного права покупки, она теперь подлежит обязательному нотариальному удостоверению. И более того, заявление о внесении в единый государственный реестр изменений, связанном с отчуждением этой доли, теперь подписывает нотариус. То есть, если по ранее действующим нормативным актам такое заявление подписывало лицо сторона сделки по отчуждению, то сейчас таким лицом является нотариус. Это уже требование, да? Да, это требование. На самом деле, законодательство госрегистрации, оно в чем-то носит такой формальный характер, в плане того, что все документы должны оформлены быть в соответствии с буквой закона. То есть, при наличии малейшего отступления от требований законодательного акта, заявление о государственной регистрации не может быть, по нему не может быть принято положительное решение. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным гражданам и соблюдать все эти требования, которые прописаны законодательством и нормативными инструкциями Федеральной налоговой службы. Кроме того, в случае, если участник общества с ограниченной ответственностью желает выйти из общества и подает соответствующее заявление о выходе, то с 1 января 2016 года, это опять же в связи с изменениями, вступившими в силу, такое заявление, оно тоже должно быть нотариально удостоверено. Вот, если заявление поступит без отметки нотариуса, то, соответственно, рассмотрено по существу, оно и удовлетворено не будет. Ну, вот такие основные нюансы. Что касается вопросов, связанных с государственной регистрацией изменения местонахождения. Здесь тоже есть у нас определенные изменения. В первую очередь нужно отметить, что теперь эта процедура проходить будет в два этапа. Если раньше достаточно было подать заявление по своему текущему местонахождению соответствующий регистрирующий орган о том, что имеется намерение сменить местонахождение, соответственно, пятидневный срок рекорган рассматривал это заявление, принимало решение, соответственно, организация переезжала уже на новое местонахождение, то теперь предварительно, когда участники, например, общества с ограниченной ответственностью принимают решение о смене местонахождения, после этого они в трехдневный срок должны уведомить регистрирующий орган по своему текущему местонахождению о принятом решении. Регистрирующий орган вносит соответствующую запись в единый государственный реестр, то есть чтобы любое лицо, оно имело возможность, заглянув в единый госреестр, получить информацию о том, что данная фирма планирует изменить местонахождение. И только после внесения такой записи, не ранее, чем на 21 день, общество может подать заявление о фактическом смене местонахождения уже в регорган по новому местонахождению. Это вот ради чего делается? Ну, не секрет, наверное, что имеются факты так называемой лжемиграции, когда недобросовестные организации пытаются уклониться от исполнения своих либо гражданско-правовых обязательств, либо обязательств перед бюджетом. И, соответственно, раньше был пятидневный срок, чтобы как-то отреагировать и выяснить все эти негативные нюансы, чтобы принять обоснованное решение. Если действительно фирма хочет сменить местонахождение для осуществления дальнейшей деятельности в новом месте, либо она пытается запутать своих кредиторов и тому подобное. Вот, теперь у нас времени побольше. То есть, предварительно, повторюсь, уведомляется регорган по старому местонахождению, и потом только на 21 день уже информация подается в регорган по новому местонахождению. Более того, значит, вот с этим же моментом связаны изменения в части того, что с 2016 года регистрирующие органы получили законодательно закрепленное право проверять достоверность сведений, представленных для государственной регистрации. То есть, существует вот этот срок пятидневный для государственной регистрации, изменений любых связанных в том числе с местонахождением. Возможно все-таки проверить, да? В принципе, за пять дней можно, конечно, постараться выявить, но мы всегда были этим сроком ограничены, и законодатель нам теперь дал дополнительные полномочия в плане того, что в случае, если в течение этих пяти дней у регистрирующего органа появляются сомнения в достоверности, представленных для государственной регистрации документов, то регистрирующий орган вправе на срок не более месяца приостановить государственную регистрацию. В течение этой приостановки как раз и проводится проверка достоверности сведений, насколько они соответствуют действительности и требованиям законодательства, и в этих целях мы наделены достаточно большими полномочиями, по крайней мере, по сравнению с теми, которые у нас были раньше. То есть мы можем использовать, регистрирующие органы могут использовать объяснения лиц, которым может быть что-либо известно об этих фактах, документы, проводить осмотр объектов недвижимости, на территории которых планируют осуществлять дальнейшую деятельность предприятия, привлекать экспертов, специалистов. И уже по результатам этих мероприятий выносится итоговое решение либо о госрегистрации, либо об отказе в государственной регистрации. Понятно. Часто с высоких трибун мы слышим о каких-то налоговых льготах и каникулах и так далее для предпринимателей. Скажите, в настоящее время это в чем выражается? Ну, вот недавно тоже информация в Минсредствах массовой информации прошла о том, что организации в течение трех лет... Да, потому что даже чтобы создать свой бизнес, зарегистрироваться, нужно же знать свои преимущества. На самом деле это вопрос налогоблажения не касалось, потому что есть закон о проверках юридических лиц, там определенные есть полномочия, но он на налоговый контроль не распространяется. Если мы будем говорить о каких-то, скажем, упрощенных налоговых преференциях для именно малого бизнеса... Для начинающих может быть только. То здесь, наверное, в первую очередь нужно говорить о тех спецрежимах, которые имеются в том числе в налоговом кодексе, они применяются, в первую очередь, для малых предприятий. Это либо единый налог на обмененный доход для определенных видов деятельности, либо упрощенная система налогоблажения, либо, так называемый, единый сельхозналог. То есть эти спецрежимы, они заменяют общую систему, то есть там намного меньше бухгалтерии нужно вести, намного проще процедура, в общем, отчетность меньше, и ставки налоговые, в общем-то, тоже поменьше. Поэтому те малые предприятия, которые соответствуют этим критериям, они вправе подать заявление, перейти на эти спецрежимы. Единственный нюанс из системы ЕНВД, она установлена законодателем для определенных видов деятельности, и по ней заявление, в общем-то, особое значение не имеет, чтобы подавать. Эти виды деятельности уже априори в силу закона облагаются именно этим налогом ЕНВД. Вот на самом деле вот для малого бизнеса нужно именно провести анализ, на что будет более рентабельно в плане именно налогообложения. То есть на общей системе находиться, либо на какой-то упрощенной. Здесь уже налогоплательщик сам должен все взвесить, просчитать и принять решение. А вообще вот, так скажем, алгоритм действия начинающего предпринимателя, он какой? Прежде чем подать вам данные на государственную регистрацию своего предприятия, вот что нужно сделать? Вы с этим тоже, наверное, сталкиваетесь? Потому что человек, который принимает решение первый раз только вот соприкоснуться с бизнесом и начать, и регистрировать, и так далее, должен какую-то информацию полезную для себя получать. Ну, наверное, в нашей ситуации он должен, в первую очередь, все взвесить, насколько он готов к осуществлению предпринимательской деятельности. Потому что, если обратиться, опять же, к требованиям законодательства, то в соответствии с законом предпринимательская деятельность, она ощущается на свой риск. И налоги в любом случае придется платить? Хорошо у тебя идут дела в бизнесе, плохо ли? В любом случае, да, получается? Ну, все зависит... Нет, здесь нельзя так сразу сказать. Дело в том, что каждый налог имеет свой объект обложения. Ну, по многим налогам это вот, например, налог на доходы физических лиц. Тут из названия понятно, что он зависит от доходов физического лица. Налог на прибыль для организации, в принципе, то же самое. То есть все зависит от того, какие получены доходы, какие понесены расходы. Вот доход минус расход, вот будет облагаемая база для налога. То есть если налогоплательщик зарегистрировался, ну, например, тот же предприниматель, да, на общей системе, ну, деятельность не ведет, естественно, он должен просто отчитываться каждый налоговый период, что у него нулевые декларации налогов, он платить в данной ситуации, конечно, не будет, поскольку дохода никакого не получил. Да, ну вот это успокаивает. Чтобы все это было нагляднее и понятнее, предлагаю телезрителям посмотреть ролик Федеральной налоговой службы о том, как создать свой бизнес. Смотрим, а потом продолжим разговор. Вы решили заняться бизнесом, создать свою компанию или стать индивидуальным предпринимателем? Это серьезное и ответственное решение, которое необходимо принимать, имея достаточно полное представление обо всех возможных проблемах и тонкостях. Специальный сервис сайта налог.ру «Создай свой бизнес» предлагает будущим бизнесменам полезную информацию и пошаговые инструкции для решения наиболее важных вопросов. И первый вопрос заключается в выборе формы вашего бизнеса. Вам нужна компания или вы хотите стать индивидуальным предпринимателем? На главной странице сервиса вы найдете информацию о каждой форме и можете двигаться в выбранном направлении. Далее вам необходимо будет пройти государственную регистрацию. Сервис предоставляет подробную пошаговую инструкцию для создания бизнеса, следуя которой вы при необходимости сможете самостоятельно зарегистрироваться и сэкономить время и деньги. Следующий важный вопрос – выбор режима налогообложения. Общий или один из специальных? Общий налоговый режим, как правило, применяют компании с большим оборотом. И он предлагает уплаты основных налогов, в том числе НДС и налога на прибыль. Специальные налоговые режимы существенно облегчают введение бухгалтерии и популярны среди малого бизнеса. Подробная информация об особенностях и ограничениях применения налоговых режимов, а также о том, за что, сколько и когда платить, поможет вам принять важное и ответственное решение в выборе. При введении бизнеса возникают разные вопросы, например, как использовать кассовые аппараты, как взаимодействовать с налоговыми органами и многие другие. Ответы на наиболее важные из них представлены на страницах сервиса «Создай свой бизнес». На всех страницах сервиса вы найдете полезные советы, выдержки из законов и нормативных актов, интересные примеры, популярные вопросы и ответы на них, ссылки на другие сервисы и разделы сайта. Внимательно изучите этот сервис перед тем, как стать бизнесменом. Это поможет вам понять свои будущие права, обязанности и возможности. Удачи в бизнесе! Скажите, а по каким причинам можно отказать в регистрации бизнеса предприятий? Потому что вот бывает и такое, наверное, когда отказывают. Да, конечно. Здесь, если обращаться к истории этого вопроса, то закон о госрегистрации был принят в 2001 году, и первоначально он содержал очень мало оснований для отказа, начиная с того, что, например, если документы представлены в неполном комплекте, либо они представлены в ненадлежащий регистрирующий орган. Вот. Но, так скажем, с практикой применения закона, законодатель, видимо, исходя из уже практических ситуаций, понимал, что, видимо, этот перечень нужно расширить. Сейчас он довольно обширный. Ну, в первую очередь, если мы уже затрагивали вопрос достоверности документов, представленных для госрегистрации, в определенных случаях может быть отказано, в том числе и если документы были представлены со сведениями, которые недостоверны. А вот какие могут быть, вот какой интерес представлять недостоверные? Например, по той же информации о смене местонахождения. То есть предприятие заявляет, что оно собирается переезжать, но мы, например, в ходе мероприятия, в ходе проверки заявления устанавливаем, что квадрес вообще не существует. Соответственно, будет отказано. Скажите, а наказание какое-то? Вот одно дело просто вот написал, ну, подумаешь, недостоверно, а что-то грозит вот тем, кто это... Ну, факт отказан, наверное, уже негативный эффект будет иметь, ведь у нас основания дополнительные тоже появились в 2016 году. В частности, дополнительно мы можем отказать в регистрации в тех случаях, когда представлены для регистрации сведения об учредителе или об исполнительном органе, в отношении которых в течение последних трех лет либо принималось решение об... в отношении юрлица, где они ранее, например, были, либо принималось решение об исключении единого государственного реестра. Вот. Либо, например, если эти лица были дисквалифицированы, либо, если имеется в отношении организаций, которые они раньше возглавляли, судебное решение о ликвидации, которая не исполнена. Такой черный список, получается. Да. Ну, что касается непосредственно мер ответственности, они, безусловно, имеют место. Это, в первую очередь, положение Кодекса административных правонарушений, статья 14.25, она содержит прямую норму, касающуюся применения ответственности за представление, несвоевременное представление сведений для внесения изменений в единый госреестра, либо представления недостоверных сведений. Это начиная от штрафа и до дисквалификации на срок до трех лет. Вот. В течение срока дисквалификации лицо не может занимать руководящую должность и быть директором в организациях. Вот. Ну, если деяния, связанные с представлением сведений для внесения в госреестр, носят, скажем, признаки преступления, то в данном случае мы передаем информацию в правоохранительные органы. Уголовный кодекс содержит три статьи. Это фальсификация государственного реестра, когда с целью, например, захвата бизнеса недостоверные сведения представляются либо создание, эффективное создание юрлица путем использования подставных лиц, там, умерших иногда регистрируют, пытаются зарегистрировать там лиц асоциального такого характера за денежное вознаграждение определенной деятельности. В итоге планировать никто не ведет, конечно, формальных. Пытаются зарегистрировать организацию для неких не совсем законных действий. Ну и есть ответственность для тех лиц, кто за вознаграждение предоставляет документы, паспорт в частности, для того, чтобы на него зарегистрироваться, предоставление документов, паспорта. В частности, тоже есть уголовная ответственность от штрафа и до лишения свободы. Да, понятно, что все серьезно. К нам выступает первый вопрос от телезрителей. Напомню, телефон 202-1-22. Звоните, еще есть время. Звоните, слышал о том, что в этом году изменился срок оплаты налогов за квартиру, землю, транспортную, и вместо 1 октября нужно заплатить до 1 декабря. Так это или нет? Да, действительно, срок изменился. У нас единый срок для всех имущественных налогов. Этот срок в 2016 году будет 1 декабря. Значит, если налогоплательщик получает соответствующее налоговое уведомление, но оплата этих налогов, то в уведомлении этот срок тоже будет указан. Поэтому, в общем-то, что в законе сказано, то и будет содержаться уведомление для налогоплательщика. Эти уведомления заблаговременно рассылаются. Соответственно, если своевременно все будет оплачено, в дальнейшем никаких действий налоговой службы предпринимать не будет. В каком случае нужно подавать декларацию о доходах? До какого числа нужно оплатить налог с дохода? На самом деле, налоговый кодекс тоже предусматривает категорию налогоплательщиков, кто должен все это уплачивать. Я так понимаю, что, наверное, физлицо обычно задает. Вопрос. Значит, есть ряд случаев, когда необходимо подать декларацию. Значит, это, во-первых, случай, если физическое лицо получает какие-то вознаграждения от лиц, которые не являлись налоговым агентом, соответственно, налог не удерживали. Это случаи, когда налогоплательщик реализует имущество, которое в собственности у него было менее трех лет. Это случаи, когда, например, получено имущество в порядке дарения. В случае, если не от близких родственников, то тоже, в принципе, декларация подается, соответственно, уплачивается. Декларационная кампания у нас в этом году будет продолжаться до 4 мая, с учетом праздничных выходных. А срок уплаты налога крайний будет 15 июля. Следующий вопрос Виталий задает. Взял большой кредит. Ситуация сложилась так, что в прошлом году вынужден был сменить работу. Теперь в семье нет денег. Есть просрочка по оплате кредита. В каком случае должника признают банкротом? Ну да, в общем-то, такая типичная ситуация, типичная для всей России, поскольку у нас население достаточно так закредитовано. Здесь, в первую очередь, нужно, наверное, исходить из чего? Гражданин имеет в виду, сам он может банкротство подать или кредитор? Вот, если это будет кредитор обращаться, то здесь есть определенные требования, которые в законе прописаны. То есть, во-первых, долг гражданина должен быть не менее 500 тысяч рублей. Вот, значит, второе условие наличия вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающий, что этот долг гражданина должен быть выплачен. И то, что гражданин в течение трех месяцев не может, в общем-то, это все погасить. Если же гражданин хочет самостоятельно подать на банкротство, поскольку закон о банкротстве предусматривает возможность подачи самим должником заявления, то здесь эти критерии, в общем-то, не действуют. Гражданин проанализирует свое финансовое положение и, имея какие-то долги, вправе самостоятельно подать, и здесь уже не нужен никакой судебный акт никому получать. Понятно. А вы банкротством предприятия процедурой занимаетесь тоже или нет? Или это вам не относится? Да, я тоже веду это направление. Да, ну это, наверное, намного, конечно, сложнее, чем вот частное. Там очень много направлений. Ну, в целом, конечно, закон... Количество таких случаев увеличилось сейчас все-таки или нет? И вообще, конечно, такое интересно... Нельзя сказать, что как-то это кардинальным образом увеличилось. У нас, в общем-то, статистика ровная, наверное, ежегодная. Вот. Единственное, что есть определенные сложные процедуры, например, когда у бывших колхозов имущество не оформлено, и эти процедуры занимают достаточно длительное время, потому что, естественно, арбитражный управляющий, когда вступает в этот процесс, назначается арбитражным судом, он должен провести определенные мероприятия, связанные сначала с оформлением этого имущества, выявлением, оформлением в собственность, только после этого возможно продажа. А еще бывают случаи, когда это имущество вообще отчуждено, непосредственно в преддверии банкротства сделки нужно действительно признавать. Безусловно, достаточно такая процедура сложная, но, тем не менее, механизм, как с этой ситуацией выходить, закон тоже прописан. Можно ли подать документы в электронном виде на госрегистрацию или обязательно нужно приходить, чтобы подавать, Павел? Ну, я напомню, что у нас сейчас в Самаре, по всей Самарской области действует единый регистрационный центр с 1 апреля прошлого года. Вот, именно он является органом, который осуществляет государственную регистрацию. Документы можно подать в регцентр непосредственно, можно наручно привезти самостоятельно, можно отправить почтой с описью вложения. Вот, можно сдать через МФЦ, МФЦ у нас многофункциональные центры государственных услуг, они имеются в каждом муниципальном образовании, в общем-то, поэтому можно не ездить в Самару, а сдать по своему месту жительства. Вот, и, безусловно, можно подать в электронном виде, для этого нужно иметь электронную цифровую подпись через портал государственных услуг или через сайт ФНС. В общем-то, можно тоже подать и, соответственно, установленные сроки потом результат получить. Могу ли я обжаловать отказ в регистрации? Как это сделать? Вот, мы говорили про отказы, что бывают случаи отказов, а обжаловать такое можно, если человек уверен в своей правоте и думает, что... Да, конечно, это право любого гражданина не согласиться с действием государственного органа. Соответствующая глава была внесена около полутора лет назад в закон о государственной регистрации. Там прямо предусмотрено, что решения об отказе в государственной регистрации подлежат обязательному досудебному обжалованию. То есть, прежде чем обратиться в суд, заявитель должен обжаловать отказы вышестоящий орган, это Управление Федеральной налогослужбы по Самарской области. Вот, решения о государственной регистрации, если они заявители тоже не устраивают, либо третье лицо не устраивает, также могут быть обжалованы, но здесь обязательно досудебного порядка его нет. То есть, можно либо вышестоящий, либо напрямую в суд. Вот очень много возможностей сегодня налогоплательщикам дают электронные сервисы. Предлагаю посмотреть еще один ролик Федеральной налоговой службы, который как раз поможет в этом разобраться. Ну и затем будем завершать программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В разделе «Для индивидуальных предпринимателей» можно найти подробные инструкции для ведения коммерческой деятельности, информацию по налогам и полезные электронные сервисы. Юридическим лицам предоставлена полная информация для организации и ведения бизнеса. На главной странице публикуются новости, налоговый календарь и другая полезная информация. Все остальные страницы портала похожи на главную. Все так же просто и удобно. Но если вы что-то не поймете, обращайтесь. Обязательно поможем. Вот еще один призыв прозвучал обращаться. И вопрос последний. Куда обратиться для получения выписки из реестра в отношении индивидуального предпринимателя на территории Самары и области? Куда нужно обращаться? Несмотря на то, что у нас регистрирующим органом является рек-центр, тем не менее выписку как в отношении индивидуального предпринимателя, так и в отношении организации можно получить в любом налоговом органе по области. Здесь не обязательно в рек-центр именно обращаться. Понятно. А вообще как налогоплательщик может повлиять на работу самой налоговой инспекции, инспектора, сотрудника и так далее? Вот какая у вас обратная связь существует? Ну, в первую очередь, наверное, своим мнением он может повлиять. А можно как-то высказывать его? Да, безусловно. Вот даже если взять статистику, у нас, например, за прошлый год, начиная с апреля месяца, рек-центр провел более 78 тысяч регистрационных действий. И вот в отношении, в частности, этих действий любой заявитель может выискать свое мнение, насколько они его устроили. В частности, у нас возможно... В электронном виде тоже, да? В электронном виде, у нас на сайте есть такая вот функция «Ваш контроль». Можно через сайт ПНС. И этим повлиять на работу, на качество работы. Да, безусловно. Есть смс-инкетирование на терминале электронной очереди в рек-центре тоже имеется. Понятно. Спасибо большое. У нас более 98% положительных оценок. Понятно, что связь у вас существует с налогоплательщиками. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!